Пирог Всем привет, друзья! Сегодня пеку шоколадный пирог. Приготовление пирога занимает немного времени. В его состав входит консервированная вишня и творожная начинка. Если честно, я даже не знаю, как называется этот пирог, но он очень-очень вкусный. Для приготовления теста мне понадобятся продукты комнатной температуры. 3 средних яйца, чайная ложка соли, 4 пакетика ванильного сахара, в каждом пакетике по 8 грамм. 200 грамм сахарного песка. Во взбитую яичную смесь добавляю 200 миллилитров молока. Молока 3,5% жирности. 200 миллилитров растительного масла без запаха. Как только все продукты хорошо соединились, высыпаю сюда 350 грамм просеянной муки. Поверх муки пакетик разрыхлителя в пакетике 16 грамм. И 40 грамм какао. Если у вас какао комочками, тогда просейте его. Иначе тесто получится неоднородным. Приготовленное тесто отставляю в сторонку. Теперь приготовим творожную начинку. Для творожной начинки мне потребуется пакетик ванильного пудинга. 150 грамм сахара. Для баланса вкуса добавляю щепотку соли, такую щедрую. Сухие продукты хорошо перемешиваю. Всё должно хорошо соединиться. 2 средних яйца. 300 грамм сметаны. Сметана 24% жирности. И 500 грамм творога 20% жирности. Вы можете использовать 800 грамм сметаны в этом рецепте. Тогда пирог получится такой калорийный. Ну, я решила вот творог смешать со сметанкой. Можете просто использовать творог обезжиренный, 20%, 40%. И вот теперь формируем пирог. Для выпечки я подготовила форму диаметром 18, ширина и длина 28. Бока и дно формы застелила пекарской бумагой. Выкладываю шоколадное тесто. Тесто распределяю равномерно, по всей форме. Тесто получается такое мега шоколадное по вкусу. Вот, посмотрите. Вот так у меня получилось. Можно немножечко формочку еще вот так простукать, чтобы тесто еще равномернее распределилось. И теперь поверх шоколадного теста выкладываю творожную начинку. Вот, посмотрите, что у меня вышло. Теперь беру китайскую палочку и начинаю делать узорчики. С помощью палочки вот так вот легко перемешиваю тесто. Вот это такая техника приготовления. Вот как вы пекете мраморный кекс. Или вот кекс зебра. Поверх укладываю консервированную вишню. Можно использовать любые другие ягодки по вашему вкусу. Но мне вот нравится, когда в этом пироге добавлена такая кисленькая нотка. Тесто такое вот по консистенции. Когда укладываешь вишню, она сама проваливается. Старайтесь так сильно ягоды не вдавливать. Так, чтобы их было видно на поверхности. Все, вот так у меня получилось. Теперь отправляю в заранее разогретую духовку на 175 градусов. Время выпечки 1 час. Чем тоньше будет ваша форма для запекания, тем быстрее будет пропекаться пирог. Пирог готов. Я его выпекала 1 час 20 минут. Готовность пирога обязательно проверяйте с помощью деревянной палочки. Если палочка выходит сухая, значит пирог готов. Чем шире и больше будет ваша форма, тем быстрее будет выпекаться пирог. Теперь пирог нужно будет хорошенько остудить. Вот, посмотрите, какой он високи у меня получился. Все отлично пропеклось. Пирожок хорошо подрумянился. Ну что, будем смотреть, какой пирог получился в разрезе. Вот, посмотрите, камера зафиксировала очень хорошо разрез пирога. Он пропеченный, очень сочный, в меру сладкий. Непременно попробуйте испечьевые. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.